Еще в 2010 году специалисты Автодорожного института проводили исследования основных мостов и путепроводов Омска. И по мостам через Иртыш, кроме 60-летия Победы, заключение неутешительное. Специалисты предупреждали, большинство переправ в неудовлетворительном состоянии и не рассчитано на современный трафик. За это время капитально не отремонтировали ни один мост. Вероятно, этой проблемой предстоит заняться в том числе и законодательному собранию Омской области. В понедельник стал известен его новый состав. Спикером снова, уже в шестой раз, стал Владимир Варнавский. Ну а насколько изменился депутатский корпус? Представителей каких профессий в нем стало больше? И чем так привлекательно кресло законотворца, пусть и регионального? По составу парламент разобрал Антон Парахин. Число кресел в региональном парламенте осталось прежним, но в некоторых будут сидеть другие депутаты. Обновился парламент на 45%, то есть, по сути, сменился каждый второй депутат. Новичков в этом шестом созыве 20. По гендерному признаку состав парламента за пять лет не поменялся. По-прежнему 42 мужчины и две женщины. Практически таким же остался и расклад сил. В парламенте образца 2011-2016 было 27 единороссов, 10 коммунистов, 3 либерал-демократа и 4 справедливого росса. Сейчас партия власти получила на 4 мандата больше, а КПРФ осталось 7, ЛДПР получили 4, а представительство справедливой России в региональном парламенте сократилось вдвое. Изменился и средний возраст депутатов, пришедших в законодательное собрание Омской области. Если в 2011 году средний возраст депутатов был 48, то сейчас 50. Пять лет назад самому молодому законотворцу было 22. В новом шестом созыве нет ни одного младше 26. Самому возрастному депутату в пятом созыве было 72, в шестом созыве есть и 73-летний. Профессиональная принадлежность депутатов регионального парламента нового созыва практически не отличается от рододеятельности предыдущих. Половина народных избранников – бизнесмены. Так было в 2011-м, ситуация не поменялась и сейчас, добавим сюда, управленцев, получается даже 57%. Профессиональных политиков в предыдущем созыве было 9 человек, в этом 5. Медиков и в пятом, и в шестом созыве одинаково – 4 человека. В прошлом составе парламента было также по одному юристу, педагогу, журналисту и да, сразу два представителя рабочего класса и один пенсионер. В обновленном депутатском корпусе пенсионеров двое, а вот рабочих не осталось. Зато есть руководители профорга из «Газпрома», заведующие кафедрой университета, два представителя средств массовой информации и одна безработная. А зарплату в законодательном собрании будут получать не все депутаты, только руководители фракций – 70 тысяч в месяц из регионального бюджета. И это без квартальных и годовых премий. Ну а заработная плата заместителя председателя законодательного собрания, уж тем более самого спикера, в разы больше. Речь о нескольких сотнях тысяч рублей. Кроме того, рядовому депутату положен кабинет с мебелью, оргтехникой и телефоном, правда, один на двоих. Парламентарий может нанять пять помощников за бюджетные деньги. Зарплаты для каждого примерно 35 тысяч рублей в месяц. Кроме того, народному избраннику возместят расходы на проезд, если они связаны с депутатской деятельностью. Ему также положен отпуск 55 дней с выплатой пособий на лечение около 150 тысяч рублей. А еще, если в областном центре ему негде жить, помогут жильем, дадут служебную квартиру. Для некоторых важнейшей привилегией по-прежнему остается депутатская неприкосновенность. Продолжение следует...